Дорогие друзья, сегодня хотелось бы поговорить с вами о таинстве исповеди. Мы часто слышали о том, что нужно приходить к христианину и исповедаться в своих грехах, и очень многие люди приходят и исповедуются, рассказывают, иногда рассказывают о своей жизни, иногда не понимают, что в их жизни бывает плохого и в чем бы они должны раскаяться. Мне бы хотелось поделиться просто опытом священника, который на протяжении 27 лет в том числе и исповедует. Вот, сталкиваешься с исповедями, как с разными судьбами. Одни бывают люди поверхностные, так же и их исповеди. Иногда бывают очень глубокие исповеди и оснабжены невероятным покаянным чувством. Что для христианина очень важно? Что его удерживает в этой жизни, если он не прибегает к исповеди и впоследствии не изменяет свою жизнь? Ведь не просто нужно исповедаться, констатировать какой-то факт из своей жизни и ничего после этого не сделать. Нужно пройти эту исповедь и вместе с этим что-то изменить для того, чтобы исправиться. Есть люди, которые исповедуются в каждодневных грехах. Они кажутся незначительными, нарушением поста, не прочитал определенные молитвы, утренние или вечерние. Но есть исповеди, которые давлеют над человеком, которые не пускают его, не отпускают его внутренний мир, которые нарушают этот внутренний мир. Приходят люди, и я задаю главный вопрос, который считаю очень важным. Вот вы хотите причаститься, причаститься тела и крови Христовой. Для того, чтобы причаститься, нужно быть максимально на этот момент чистым человеком. Поэтому мы исповедуемся. Хотя исповедь не привязана к причастию, причащаться можно подходить и без исповеди. И точно так же исповедаться без причастия. Я задаю вопрос, есть ли люди в вашей жизни, которых вы не можете простить? И очень часто слышу утвердительный ответ. И еще страшнее бывает, когда человек говорит это о близких, родственниках или о своих родителях. Очень просто сказать человеку, ну вы же читали Евангелие, прощайте врагов ваших. Это очень просто, на первый взгляд. Даже когда мы, священники, выходим на Амвон и обращаемся к людям и говорим, прощайте, благословляйте проклинающих вас, не замечайте обиды, читайте Евангелие. Там все написано. Но сказать очень просто. А применить к себе в нашей личной жизни очень непросто. Я иногда погружаюсь в истории людей и понимаю, что иногда просто простить невозможно. Когда человек рассказывает о том, что в его семье один из родителей был беспробудным алкоголиком, а еще бывает страшнее, когда кто-то из родителей был тираном, издевался. И вся эта детская история тянется до людей, которые дожили до 50, 60, 70 лет и не могут забыть те детские травмы, которые произошли. Любой психолог скажет, что это настоящая травма и потрясение, которое когда-то было испытано. Как научиться простить человека, который может быть уже ушел из жизни, а ты все время помнишь о том, что произошло в твоей жизни вместе с ним. Мне кажется, только Бог может примирить людей. Но лучше, когда это мы делаем сами в своей жизни. Вот если у кого-то подобные ситуации есть, помните о том, что Бог есть абсолютная любовь, которая может примирить. Примирение – это главный момент нашей жизни, который дает нам возможность по-новому посмотреть на мир. И когда примирение наступает, тогда воздух становится чище, солнце ярче светит, трава становится зеленее, люди становятся добрее. И мы совершенно по-другому смотрим на этот мир. Мир глазами счастливого и радостного человека. Мир глазами счастливого и радостного человека.